сегодня решила сделать не сегодня решила уже давным-давно решила это сделать абрикосовое варенье вот что-то прям вот уже пару месяцев мне хочется абрикосовое варенье абрикосы я намыла кое-какие уже у меня мягкие давно лежат в холодильнике теперь ждут когда я с ними что-то сделаю и вот сюда буду еще обсушивать да но это я потом срежу хотела показать что я увидела как косточку вдавливать мы в казахстане абрикосовое варенье варили вместе с косточкой они вру шевру слива так разорвать и пашки не повредился так чуть-чуть вот это потом обрежу точно вот у меня длинная это шпажка и я тыльная сторона него страда мы их вот так просто напополам да я их надрезал также и сливово слива у меня лежит на изготове тоже сейчас пойдет в общем пока я чищу влечу мою косточки выдавливаю до приготавливаю потом будем засыпать сахаром и я решила что именно почему я захотела и какого именно захотел необычно с миндалем миндаль промывать решила ну пусть полежит чуть-чуть набухнет сейчас тоже надо а сливовая буду делать с грецким орехом тоже заливала его кипятком буквально так чуть-чуть ополоснула слила и вот теплой воды налила стоит сейчас тоже солью все на салфетку зачем спросите а я не знаю так надо в общем все продолжаю которые твердые палку сломали в общем чисто по-казахстански как в казахстане делала и таски кидаем все что нам не надо и не нравится обрезаем и у себя печалька варенье будет быстро постоит правда долговасто ну все варварски очистила абрикосы от косточек или косточки от абрикосов освободила в общем наливаю насыпаем сахару надо на килограмм абрикосов 800 грамм ну вообще так и на сливу делается практически на все варенье да но так как у меня абрикосы не сладкие я девятьсот насыплю не пожалею да да что ж такое то что рамы осталось наверно . не проверяла доверяю людям чтобы сильно нам не порушить абрикосины да надо как того чтобы сахар туда весь упал я конечно же в этой чашке и варить не буду пока будет стоять пока у меня кастрюлы занятые копык опять варю тут еще крупы чем заняты долгая кастрюль толстым дном поэтому пока постоять в чашках пока будут сок пускать я косточки все освободил победил освободил вот так красиво все можно не варить можно так ставить уже красиво косточки сюда и все ложкам кушать шутю все я поставил абрикосы они не сильно то сок пустили вообще часов на 5 а то и на ночь можно ну как поставить чтобы они сок пустили да чтоб не добавлять воды я потихоньку буду помешивать практически все твердые свой свой форма не потерять эту форму не потеряем пока вот сейчас сок когда уже пустят я потихонечку на пятерку ставлю вот и буду помешивать чем будет 5 минут когда когда сок пустят уже сахар чуть-чуть хотя бы раствориться тогда я закинул миндаль сюда здесь меня уже молочко остывает этот раз банку сразу слила варила и воды желтого желтого цвета если видно такое кармель и еще немножко остынет буду материнскую закваску вводить и укутывать это на завтра будет готовка ты кожа все варю так как у меня сок практически не дали чуть-чуть я прям чуть-чуточку и девчонки еще мальчишки напоминают никогда свою пищу варенье то супами еще что-то просто совета проверьте это шли культурным вы узнаете что я пробую нашим методом опыта да никогда не разбавляйте сырой водой только кипяченый чайник такой холодная но кипяченый сейчас тут я уже сливы кастрюлю переложила тоже поставлю начнут шубышаться я чуть-чуточку воды сразу ведь как будто так много добавил совсем то даже не полстакана да и будьте рядом да потому что вот даже если сок они вот вот так они вообще ночь постоят или там пять шесть часов смотря зависимости какие они зрелые вспоминаю то все равно до сахар пока весь не растворится и вообще я буду делать именно пятиминутку как закипит пять минут поэтому надо всегда быть рядом чтобы не дай бог там ничего не пристало испортить и все также уже поставила включила только чуть-чуть шебуршиться начнет я сейчас возьму другую ложку буду помешивать и также чуть-чуточку воды добавлю все а и закидываю сюда миндаль уже закидываем туда закину когда в таком же состоянии будет грецкий орех все грехи сюда добавила меня их местами туда то есть сейчас то тоже пенку можно будет собирать но еще нет ой чуть-чуть можно будет довожу до кипения 5 минут отмеряя покипит и я его выключаю убираю вообще с конфорки чтобы на тепле не стояла чуть-чуть остынет еще раз пять минут как закипит и потом все здесь уже закваска достала чтобы она чуть-чуть подогрелась от холодильника но буду брать отсюда с молока разбавлять а потом уже туда вводить чтоб шок не случился все абрикосово мне уже стоит давно остывает освежается сейчас когда это хорошо все закипит пенку буду тоже собирать все смешаю в и потом самосе я тоже так подумал ночью меня вкусно будет и какашки же также все сейчас хорошо забурлит и ставлю таймер на пять минут это уже отставляю поставила второй раз уже нагреваться абрикосовое варенье с миндалем как закипит не на всю мощь огня да и здесь быть потому что сильно может не дай бог пригореть ну если волос ты сливовому мне кажется даже пять минут не надо меньше пенку я завтра чем 7 не выкину все ждем закипания и мне кажется даже ему не надо пять минут только закипит и я выключу потому что все все провалено все время сварилась я и уже по баночкам немножко так выглядит здесь с орешками а как будто там без орешка там с миндалем и здесь грецким орехом помню еще как название этого дела а тут в дозы налила уже так и будет стоять сливовая я не не варила больше потому что она настоялась пока стояла в сиропе да и скажу что вот для сливового я насыпала 900 грамм там сахара да то она нормально потому что слива кисловатая была да вот попробовал больше пробовать не буду уже на пробовалась ложку сползнул потом оришки они потом уже опустятся да не пока сейчас сверху тут палахтаются вот абрикосовая нагрела только до закипания нагрела и тут же выключил потому что видите наш расползаться стала быстро очень все происходит вот и для абрикосового 900 грамм было многовато на килограмм абрикосов многовато хоть и абрикосы я попробовала они не сладкие не сильно сладкие были но все равно вот этой кислинки сливовые у них не было да поэтому для абрикосов смотрите используйте поменьше я бы насыпала поменьше сюда так захотелось и прям дело с такой охоткой ела потому что так хотела так вот прям чувствовала слышала это все да внутри себя это хотела и сделала и прям души от души что как говорится да наелась салфеточка прицепляет но для красоты пусть будет красота и лепота что варите с удовольствием вкусненько все будет с орешками но если хочется да также покажу куда пошла никто не разрешил но тут не видно то есть чуть-чуть есть вкусненько все это утра будет на столе ставить потом я уберу здесь на кухне будет храниться ну даже унесу в холодильник чтобы просто для того чтобы они мне не мешались да вот это уберу в сторонку сейчас вам покажу меня угощили мы идем газеткой варенье значит будет победа будет за нами это варенье с кизила не собирают ходят я кизил у нас там например в казахстане мы даже такой не знали что такое кисел за кисел 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 но зато костянку знали кисло-сладенькое такое хорошее варенье в чай хорошо добавлять ну кое-где вот отстала до косточка твердаю просто выплевываешь и все в чай вообще прекрасно вкусненько с кизильчиком зато мы костянку знали на казахстане а здесь ее и белоруссии никто не знает сожалению вот такие дела все на этом сегодня все всем бога в помощь будьте счастливы любимы здоровы любите будьте невредимы мирного всем неба над головой бога в помощь